Привет, друзья мои, с вами Юрий Спасокукоцкий. И сегодня мы поговорим о том, как зарабатывать бабки на фитнесе. Почему я хочу вам об этом рассказать? Потому что в заработке денег я достиг в своей жизни именно на фитнесе очень больших высот. То есть, когда человек чему-то учит, он, наверное, должен в этом преуспеть, правильно? Вы согласны со мной? Когда человек учит, как раскручивать свой канал на YouTube, а у него там тысяча подписчиков, навряд ли вас ждет успех. Поэтому давайте поговорим о том, с чего я начинал и чего можете достичь вы. Потому что если смог я, то точно так же сможете и вы. Сейчас желающих зарабатывать деньги на фитнесе, на персональных тренировках очень много. Но у всех ли это получается? Конечно же, не у всех. С чего начнем? Давайте расскажу, чего я достиг. У меня были единичные тренировки за 500 долларов. Не раз. Было такое, что просто в качестве бонуса клиент добавлял к тем тренировкам, что я с ним провожу, еще дополнительную премию. Например, 500 или 1000 долларов за прошедшие месяц или два. Мало того, что он за каждую тренировку хорошо платил, по 50 долларов за тренировку, например. Он еще давал сверху 500 или 1000 долларов, потому что результат превосходил его ожидания. Поймите, что когда вы работаете с бизнесменом, вы можете договориться с ним о более дорогих тренировках, если вы сможете ему предложить то, что он не сможет купить в другом месте. То есть люди есть, которым несложно за тренировку и, поверьте, и 500 долларов платить 3 раза в неделю. И 1000 долларов платят. Известные тренеры так и берут. Джордж Фарах 1000 долларов за консультацию или за тренировку. И много других имен могу назвать, кто за рубежом берет штуку, штука и за одно занятие. Но мало ли у нас богатых людей, которые не напрягаюсь, могут платить 1000 долларов за одно занятие тренировку. Да их валом. Вопрос в том, можете ли вы предложить больше, чем обычный инструктор в тренажерном зале. Задумайтесь, какие у вас результаты у ваших учеников. Если они прям шикарные, то, пожалуйста, можете разговаривать с остательным человеком и убеждать его. Во всяком случае, мне лично платили 500 долларов за тренировку, 6000 евро за один месяц. Плюс к этому месяцу прилагалась квартира, отдельная двухкомнатная, шикарным ремонтом. Рядом с тренажерным залом, естественно. Естественно, абонемент в этот тренажерный зал, который тоже стоил не меньше штуки. Годовой, естественно, абонемент. Что еще было, кроме абонемента? Кроме зала. Ну, перелет на самолете в ту страну, где, соответственно, квартира, зал, доставка. Там, в общем, расходы все абсолютно. Все это входило. То есть, на самом деле, там было не 7, не 6000 евро за месяц, а гораздо-гораздо больше. То есть, результаты можно получить и в странах СНГ, и за рубежом, если вы умеете что вам предложить. Но, в некоторых провинциях, или, может быть, в той сфере, в той социальной среде, где вы находитесь, возможно, вы не можете выйти на людей, даже если вы очень хороший тренер, талантливый тренер, с высокими результатами учеников, вы не можете выйти на людей, которые физически могут вам заплатить. Тут есть две тактики. Либо переходить в более хороший зал, где ходят более состоятельные люди. Например, приехать в другой город, перейти в другой район, просто сменить зал на более дорогостоящий. Раз люди могут купить более дорогой абонемент, они тренер смогут заплатить больше. Другая тактика. И, давайте, если вы находитесь в маленьком городке, уезжать не хотите, в залах полно людей, но у них нет денег. Они в месяц не зарабатывают тысячу долларов. Как они вам могут за одно занятие столько заплатить? Это абсурд. У них бюджет на тренировки 3000 в месяц. На персонального тренера. Они хотят заниматься с тренером, они понимают, что с тренером будет эффективней, и что они достигнут результата, которого бы они так никогда бы в жизни не достигли. Но они не могут себе этого позволить. Но если вы сделаете им доступную цену, у вас будет много клиентов. Какой выход находят предприимчивые ребята в маленьких городах? Предприимчивые тренеры. Они берут, сразу проводят тренировки по 5, по 6 и даже по 10 человек. Вы скажете, бред. На самом же деле, если тренер шарящий, то лучше заниматься несколько человек у одного тренера, чем заниматься, скажем так, с хорошим тренером один на один, хорошим в плане поговорить. Но ничего вам дать не сможем. Он будет просто вас развлекать беседой. Зачем ему платить? Можно просто с товарищем ходить. Такой тренер не нужен. Нет, не платите ему. А вот если действительно шарящий тренер, то он дает результат. Даже я лично видел. Ведут же группы. Чемпионы мира по карате ведут же группы по 100 человек. Когда у людей мало денег. Вот в Киеве была такая секция Гермес. Там тренер сразу работал с сотней учеников. Он просто ходил, поправлял технику 2 часа. 2 часа тренировку, он 2 часа ходит, поправляет технику. Всех помнит по именам, на каждого посмотрит. Все у него хорошо делали. То же самое в группе, в зале, где я сейчас занимаюсь, ходят тренеры, которые сразу занимаются с несколькими людьми, эффективно. А есть такие, что и с одним неэффективно. Поэтому выход для хороших тренеров в маленьких городах, тренировать группами, групповые занятия. Допустим, вам заплатят только по 200 рублей за профессиональную тренировку. Но вы возьмете 5-10 человек за час. Заработаете 1000 или 2000 рублей, как стоит тренировка в Москве. Понимаете? Ну, конечно, вы будете им меньше уделять внимания. Но чем вы сможете их заинтересовать на такие групповые тренировки? Вы будете смотреть за техникой каждого. Не за каждым подходом. Но в течение тренировки будете смотреть за техникой, поправлять. Вы будете расписывать веса, если вы умеете это делать. Будете давать план питания и тренировок для каждого. За небольшую плату большинство людей на это согласны. Другая стратегия. Попасть в зал, где тренеры, козырные клиенты. Тут, естественно, сильная конкуренция. Все хотят в такой зал попасть. Туда неохотно берут. Но всеми правдами и неправдами надо стремиться туда. Минус этого бизнеса в том, что зал может забирать с вас очень большой процент. Хорошо, если половину. Хорошо, если половину денег. А теперь представьте. Вот вы работаете в зале, где тренировка стоит 2000 рублей. В Москве, естественно. Любой человек платит 2000 рублей. Для Москвы это, поверьте, недорого. Это, ну вот, в самых таких эконом-классах сейчас 2000 рублей за занятия с тренером это стандартно. Вроде бы все хорошо. Ты поработал целый день, потренировал 10 человек, получаешь не 20 тысяч, а только 10. Для того, кто ничего не зарабатывает, для того, кто живет в Магнитогорске, ему кажется, ооо, 10 тысяч рублей в день, 300 штук в месяц. Ооо, ребята, ну это же тяжелый труд физически. Вы за месяц умрете. А зал половины ваших денег ничего не делает. Вы будете убиваться в зале в месяц без выходных. А зал ничего не делая, получит половину этих кровных денег. Какой же выход набрать клиентуру и предложить залу условия аренды под угрозой того, что ты перейдешь в другой зал и заберешь с собой часть клиентов. И если действительно ты набрал очень много клиентов, а зал не очень большой, то это ударит по карманчику. Они могут согласиться либо снизить процент аренды. Например, вы будете получать уже 70 или 80 процентов. А это уже, согласитесь, намного лучше. Но идеальный вариант платите залу аренды. К счастью, в Москве многие залы сейчас соглашаются на условиях аренды, набирают тренеров. И я уверен, что в других городах тоже такая практика есть. Ты заблудил залу 100, 200, 300, 400 долларов в месяц. В Москве от где-то 30 тысяч аренда до сотки, насколько я знаю. И месяц ты тренируй кого хочешь. Первый месяц зал обычно предоставляет возможность все деньги забирать себе или какой-то небольшой процент. Второй месяц уже больше, ты должен внести денег в кассу. И уже с третьего месяца идет полная аренда, полную стоимость, когда ты уже раскрутился. Теперь очень важно, как же набрать клиента в зале, если у тебя не получается. И если большая конкуренция. В зале работают еще 10 тренеров. Ну, тут есть несколько правил. Первое правило это ты должен быть открытый, общительный. То есть ты в зале находясь, не должен просто молча стоять возле своего клиента единственного. Или сидеть где-то в углу. Ты должен подойти, познакомиться. Просто познакомиться со всеми, кого ты видишь в зале. Возьми книжечку, если плохая память, запиши, как кого зовут. Рыжая с косой Зина. Человеку приятно, что вы узнаете, встречаете, называете по имени. У него вы начинаете ассоциироваться с приятным. Что вы пришли в зал, а тренер вас зовет. О, привет, как твои дела, Петя? Он помнит, что я Петя. Вау. Конечно, это психология. Затем, познакомившись с этими людьми, начните, не говорите даже, я давай тебе буду тренировать, давай, не надо сразу это предлагать. Это как девушке предлагать сразу ей интим. Только познакомился с Зина, да? Пошли со мной. Нет. Нужно начать издали, что вот вы тренируетесь, а довольны ли вы результатами? Ах, вы с тренером тренируетесь? А дает ли вам тренер результат? Но это уже называется сманивание. Сманивание это такое не очень чистая игра. Но, к сожалению, на рынке в этом бизнесе оно присутствует. Я, в принципе, сманиванием, как правило, широко не практиковал никогда. Бывали исключительные случаи. Ситуация, к тебе подходит клиент сам. Сам клиент, другой тренер, говорит, я хочу заниматься с тобой. Это его право и твое право согласиться. И тут, в общем-то, нет и сманивания. Клиент сам этого захотел. Другое дело, когда человек занимается со своим клиентом. Клиент доволен. А ты подходишь к нему и начинаешь сеять смуту. Говорит, да нет, он тебя плохо тренирует. Да вот он тебя неправильно тренирует, со мной лучше будет. Это уже крысятничество. Не надо в погоне за деньгами превращаться в крысу. Не надо. Я никогда так не делал. И вам не советую. Так вот. Познакомившись с человеком в зале, выясните, какие у него упражнения любимые. Как он тренируется. Как он питается. Какие у него успехи. Какие у него цели. И начните объяснять, что и как. Уделите человеку внимание. И, например, увидев очередной ошибки, скажите, что, кстати, считается, что вот этот так надо делать, вот этот так надо делать. И вот почему. Заинтересуйте. Потом предложите провести бесплатное занятие. Просто по-дружески. Скажи, что мне от тебя ничего не нужно. Просто хотелось бы провести с тобой тренировку. И показать тебе. Если ты и так сидишь в зале. Если у тебя и так нет клиентов. Тренируй бесплатно. Проведи одно. Проведи два. Да хрен с ним. Проведи три занятия бесплатно. Что это дает? Вот у тебя нет клиентов. У тебя ситуация аховая. Ты можешь даже на очень невыгодных для себя условиях соглашаться, лишь бы тренировать. Ты можешь демпинговать. Ты можешь тренировать задешево. Ты можешь сказать, ну давайте я потренирую десять занятий. Если ты увидишь результат, ты мне заплатишь. И вы ничем не рискуете. Потому что вам нужны клиенты сейчас. Вам надо, чтобы в зале люди увидели, что с вами работают. Срабатывает стадный инстинкт. Когда в зале люди видят, что с каким-то тренером больше всего все тренируются. Они начинают к нему уже подбегать. Кстати, существует мнение, что чем популярнее фитнес-блогер, тем больше у него клиентов в тренажерном зале. А нет. Есть вообще не имеющие блога в интернете тренера, у которых круглые сутки расписаны. Это именно работа в зале. Человек в зале ходит, знакомится, общается. В зале находит в себе всех людей. Ему не нужна медийность. У него все забито тренировками персональными. К нему очередь. Очередь. Сарафанное радио. Понимаете? Результаты. Сарафанное радио. И это я все прошел. Я начал с того, что тренировал одного человека. Долго. В течение года у меня было всего три клиента. Но они ходили стабильно. Спасибо им. А потом началось, когда у меня уже стало заниматься 6, 8, 10, 12 человек каждый день. В понедельник, в том числе, каждый день стали ходить. Когда уже не смог тренировать свои клиенты, в понедельник, среда, пятница. Когда мне пришлось ходить 6 дней в неделю, 7 дней в неделю. Вот тогда люди увидели, что на этого тренера есть спрос и прямо-таки ажиотаж. Они стали толпой валить. Вдумайтесь. Даже у Варгунина, хотя он вроде не такой прям элитный блогер. И даже он, в принципе, известный блогер, но не является там таким элитным качком. У него много клиентов, потому что он умеет общаться. Он умеет общаться. Он все, что я вам сейчас рассказываю, все это понимает. Он, значит, хитрый, значит, он втирается в доверие, значит, у него есть хватка. Профессиональный тренер, он может набрать людей в зале, где есть люди. Ему не нужна реклама, не нужна медийность. В то же время у нас есть наш общий знакомый, у которого есть относительно медийный канал на YouTube. И он тренирует одного клиента. Ссылаясь на то, что нет времени, нет желания, на самом деле есть острая нехватка доходов. Дела идут плохо. Клиенты, на самом деле, которые хорошо бы платили, не помешают. Но никакой связи между аудиторией и доходами прямой корреляции нет. Конечно, если уметь монетизировать свою аудиторию, можно найти людей, которые приходят к тебе. Это самый легкий способ поиска высокооплачиваемых клиентов. Но поймите, когда к вам звонят люди, которые смотрят ваш блог, они же могут далеко жить от вас. А когда вы в зале ищите себе клиентов, им всем сюда ходить удобно. Они уже выбрали этот зал, он территориально им удобен. И вот если вы будете среди них набирать, вы будете обгонять блогера, который даже с большой аудиторией набирает удаленно. Им приходится ездить. Большинству из них неудобен этот зал. А вы набираете людей прямо в зале, им удобен именно этот зал. Им удобно, что тренер находится в зале постоянно. К сожалению, первое время вам придется в зале жить. Вам надо будет не лениться, не стараться побыстрее уйти домой. А наоборот, побольше находиться в зале, носить с собой еду, спать в зале, найти место для сна. Чтобы, во-первых, это очень удобно для посетителей. Пришел в зал, а тренер есть. Пришел в зал, а тренер есть. Представляете, как удобно. Во-вторых, где тут камера? Мне все время упрекается, что я смотрю не в камеру, вот здесь. Приходит в зал, а тренер есть. Во-вторых, когда ты постоянно в зале, ты большее количество людей охватываешь, знакомишься, общаешься. Больше люди набираются на разное время. Вечером ты в зале наберешь на вечернее время. Утром ты зацепишь людей на утреннее время. Днем ты зацепишь людей на дневное время. Поэтому набирай, набирай, набирай. И вот наступил момент, когда ты устал. Ты набрал много людей. Ты сделал самое главное. Теперь совсем другие правила. Все меняется. Никаких бесплатных персоналок. Сначала ты сокращаешь до одной пробной персоналки, а потом ты пробные убираешь. У меня сейчас нет пробных занятий. Я их не провожу. Зачем? Зачем, если я зарабатываю уже достаточно, зачем мне бесплатно отдавать час, если каждый мой час стоит 10 тысяч рублей минимум? Зачем мне его кому-то дарить? У меня нет возможности подождать час, перенести на час, задержаться на час. Человек уже... Кстати, многие очень обижаются, мои зрители, что не всем отвечаю. Не со всеми могу поболтать в личке. Да я вообще ни с кем не могу поболтать. Даже с женой не могу поболтать в личке. Почему ты считаешь, что ты важнее моей жены? Ну, занят я. Я многих тренирую. Я многим нужен. Мне надо каждому уделить по чуть-чуть внимания. Не могу я сети с тобой час просто так болтать. Просто жизнь у меня такая не потому, что мне впадло с кем-то поговорить. Да я с удовольствием. Жизнь такая. Так вот, проблема со временем возникла в зале. Вы 12 часов в зале находитесь. Я в течение многих лет, лет 10, находился в зале по 13 часов. Смена была 13 часов. Это было очень тяжело для меня. Еще я когда несколько смен подряд. Вы представляете, как это выматывает. Но, когда вы тренируете людей, это больше утомляет, чем просто быть в зале. Потренировав 10 человек, ты им постоянно подносишь штангу. Ты постоянно подносишь им гантели. Постоянно отбрасываешь ноги, когда они качают пресс. Помогаешь при страховке на жемлежа. Помогаешь встать из приседания. И ты физическую работу делаешь. Там где-то поднял 20 килограмм, там 30, там 50, там 40. Там кого-то подтянул на подтягивание, побросал ноги. И ты чувствуешь, что ты физически выматываешься. Значит, выход. Выбирайте упражнения. Где нужно меньше физически напрягаться. Или тренировать больше девушек. Ну, так не получится. Потому что тренер тренирует всех. Если надо подстраховать, ты подстрахуешь. Просто минимизировать. Зачем тебе брать два тренажера в разные концах зала и бегать туда-сюда? Возьми, поставь двух клиентов рядом. На соседних тренажерах. Не придется бегать. Таким образом можно сэкономить силы. Зачем качать пресс, отбрасывая немного, если гораздо эффективнее упражнение подъем корпуса с блином? И тебе не надо будет ничего отбрасывать. Негативы тем более хуже работают. Вот такая вот ситуация. То есть сначала ты можешь более облегчать свою ситуацию, разряжая упражнения. И, наконец, наступает важный этап. Ты начинаешь расти качественно. Вершина для тренера качественного роста – это, как поступил я. Взял свою квартиру и сдал ее за большие деньги. Снял квартиру подешевле. Но зато в одной минуте ходьбы от зала. Вы понимаете, что я сделал? Клиент позвонит, хочу потренироваться. Я через две минуты буду. Клиент звонит, ты про меня забыл. А я через две минуты буду. Две минуты же не сложно, не опоздания же. Нет. Оп. Посмотрите, как удобно. Захотел потренироваться сам. Перешел через дорогу. И ты в зале. Вот какой важный шаг для тренера – жить. Не в десяти минутах от зала. Не в пяти минутах от зала. Желательно жить в том доме, где находится зал. Вот это идеальный вариант. Сразу будете больше зарабатывать, меньше уставать. Гибкость, мобильность. И вот тренер привязан к своей работе. К сожалению. Почему удаленка? Про удаленку можно снять отдельное видео. Платное, да? Дать всем посмотреть. Да, вы знаете, наверное, запишу. Запишу видео про удаленку и отправлю его по рассылочке. По бесплатной рассылочке. Подпишитесь на телеграм-канал мой. Подпишитесь на мою почтовую рассылку. И вы получите второе видео «Как заработать бабки». Удаленно. Удаленно. Без посещения зала. Еще больше денег будешь зарабатывать. И работать будешь в десять раз меньше. Но давайте уже дожмем тему зала. Снял квартиру рядом с залом. И распределил так. Я тренирую пять часов в день. Пять часов. Пять часов может качественно поработать тренер. Не устав. Без потери своей мышечной массы. Но максимум шесть часов. Больше шести часов качественно тренировать нельзя. Когда тренер тренирует десять-двенадцать часов, последних клиентов он тренирует вот так. Он уже как будто провел собственных тренировок три или четыре. Понимаете? Два часа персоналки – это как одна своя тренировка. В принципе. За счет всех этих помощей и беготни по залу. Поэтому. Пять часов в день и своя тренировочка. Пять часов в день и своя тренировочка. Естественно, приходишь в зал свеженький, выспавшийся, покушавший. Тренируешься. Опять кушаешь. Посидел, отдохнул. И пошли клиенты. И пошли клиенты. Потренировал их супер качественно, чтобы они были счастливы. И раз ушел, ты не убираешь зал, ты не дежурный тренер, ты на аренде. Ты взял и ушел. Взял и ушел. Ты минимально проводишь в зале. Ты уже набрал клиентуру. И тебе уже хватит пять часов этих. Плюс время твоей тренировки, то есть шесть часов. Или шесть с половиной. Чтобы понемножку набирать новых клиентов, когда отваливаются старые. Плюс регулярно осуществляй прозвон своих учеников, которые перестали заниматься. Веди базу своих учеников и прозванивай. Они живут рядом с твоим залом, не забывай. Прозванивай и напоминай, что надо заниматься. Они очень любят, когда тренер позвонил и сказал, что он переживает, как твоя форма. Вот это хороший тренер. И сколько же ты сможешь так зарабатывать? Ну прикинь, в Москве, если тренировка стоит две тысячи, то поработав пять часов в день всего лишь, ты заработаешь десять тысяч в день. Воскресенье выходной сделай себе. Двадцать четыре дня, вот тебе двести сорок тысяч. Неплохо? Неплохо. Если тебе мало, повышай свою квалификацию. Повышай свою ценность. Если клиенты увидят, что у тебя какие-то суперрезультаты, пойдет об этом молва, что этот тренер делает чудеса, вот как идет молва обо мне. Что я реально меняю людей быстрее, чем они могут измениться сами. А почему обо мне идет такая молва? Потому что это правда. За счет того, что я уже в тренировках и в диете собаку съел, я знаю все диеты, я знаю все системы, все тренировки, все варианты перепробовал на себе и на тысячах других людей, то я любому человеку индивидуально подбираю самый короткий путь к его цели. Он получает реальный результат. Когда вы научитесь так делать, вы тоже будете дороже стоить. Просто вот как бы классно общаться, тренировать, вот быть таким харизматичным, давай, давай еще повторчик, мотивировать. Это все офигенно на тренировке. Но самое главное, за что тебе заплатят, с чего мы начинали, это результативность. Если ты не умеешь так тренировать, чтобы люди менялись на глазах, чтобы у них были суперрезультаты, чтобы чемпионское телосложение было без химии. Ну, скажем так, с химией всегда телосложения больше, но вот часто грамотно тренирующийся выглядит лучше, чем безграмотно тренирующийся химик. Так вот, когда вы научитесь так грамотно тренировать, чтобы ваш клиент выглядел лучше, чем химик, тренирующийся неправильно, вот тогда вам начнут платить минимум по 100 баксов за тренировку. Сейчас в Москве моя тренировка стоит около 4000, это более 50 долларов для постоянных клиентов, для постоянных. Если это одноразовый клиент, это уже 5. Может быть это дешево, но не забывайте, что я не стремлюсь как бы набить себе клиентуру в зале, набить ее. Если это не будет сразу двух человек, эта стоимость может разделиться между ними. Если бы я специально куда-то поехал, я бы взял десятку. Если бы я поехал в другой зал, в другой район Москвы, я бы взял 10, ну 7 тысяч минимум. Еще зависит от твоей загруженности, сколько у тебя сейчас дел, сколько у тебя клиентов, смотри по себе. Но такие цены, потому что это Москва. Если бы я приехал в другой город, там бы это стоило меньше. Это бы стоило больше, чем у обычного тренера, но как стоит столько, сколько стоит элитный тренер в этой местности. В общем-то, такие цены сейчас там, где я занимаюсь. Надеюсь, информация эта вам интересна была. Если так, то подписывайтесь на те рассылочки, что я вам дал. Через неделю сделаю видео, как заработать много денег удаленно. Также можем продолжить эту серию, что заработать в зале, если вам интересно повышать свои доходы. Естественно, если вы не уверены в себе, что вы можете так тренировать людей, чтобы они прям очередью к вам стояли, пройдите курсы тренеров. Я провожу обучение тренеров, чтобы они могли так же эффективно тренировать, как я. Чтобы они знали, могли предоставить те же услуги, которые стоят дороже, которые предоставляю я. На этом-то, в общем-то, все. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мои рассылки. До новых встреч. Пока.